Все чаще и чаще в тревожном многообразии мы становимся свидетелями трагических событий, связанных с обрушением возведенных зданий. Необходимость решения строительных проблем в Российской Федерации еще четыре года назад было вызвано переходом от лицензирования к саморегулированию. С того времени по сей день в Дагестане значительно увеличились объемы и инвестиции в строительство. В Махачкале в Доме печати состоялась пресс-конференция с представителями ведущих республиканских национальных печатных изданий и электронных средств массовой информации. Инициаторами встречи выступили Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда» и саморегулируемая организация гильдия строителей Северокавказского федерального округа. Основной целью которой является достижение качества выполненных работ, подготовка к кадру, внедрение стандартов производства, предупреждение причинения вреда третьим лицам вследствие недостатков тех или иных видов работ. Недавно мы провели мониторинг наших потребителей услуг строительной продукции. К сожалению, оказалось, что более 60% наших граждан не информированы о том, что происходит в строительной отрасли. Нам необходима информационная открытость, чтобы наши граждане, наши строители знали, что происходит в строительной отрасли. И одним из наших направлений является сотрудничество с средств массовой информации, донесение до наших граждан, все то, что происходит в новом строительном сообществе. Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Магомед Абдул-Каримов уделил внимание приоритетным программам президента страны об улучшении условий в сфере жилищных и коммунальных услуг по программе «Доступное и комфортное жилье». По рекомендации Министерства строительства Российской Федерации программа называется «Развитие жилищного строительства Республики Дагестан». Там те же рекомендации, там сформирован фонд развития жилищного строительства, фонд «Корт», называется «Комплексное освоение развития территории». Республики сегодня обозначены 57 кортов, из них из 57, 28 комплексных освоенных территорий находятся на предгорной зоне Республики Дагестан, где идет строительство и малоэтажного жилищного строительства, и многоквартирного жилищного фонда Республики Дагестан. Сегодня многодетным семьям выделено 4800 участков по Республике Дагестан. Это неплохой показатель в Южном федеральном округе, а в СКФО это бесплатное предоставление земельных участков детям, семьям, которые имеют более трех детей. По официальным данным, 4000 мигрантов задействованы на строительных объектах Республики. Естественно, у представителей прессы возник вопрос и о занятости дагестанской молодежи. Большая организационная и методическая работа проведена Национальным объединением строителей по развитию системы подготовки строительных специальностей и рабочих кадров, а также о единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. Проблемы повышения квалификации сегодня выходят на первый план. Почему? Потому что и технологии поменялись, и строительные материалы поменялись, и уровень той базовой образованности, которую 10, 15, 20 лет назад так или иначе наши прорабы, мастера, начальники участков получали в стенах институтов, университетов. Сегодня они не соответствуют. Поэтому есть такая потребность систематического повышения квалификации кадров. Разработан компьютерный программный продукт, на основе которого все специалисты должны пройти тестирование, оценку знаний и, соответственно, получить уже квалификационный аттестат. В выступлении начальника управления контроля и надзора в сфере долевого строительства Минстроя Республики Мурада Амарова был поднят вопрос проблемы обманутых дольщиков и необходимости регистрации договоров в регистрационной палате Республики Дагестан. Сегодня во избежание подобных случаев Госдумой принят закон о взаимном страховании ответственности застройщиков, согласно которому застройщик упреждает риск в страховой компании. С 1 января 2014 года вступает в силу федеральный закон о контрактной системе. Общедоступной станет информация в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Такая наглядность предполагает сокращение коррупционной составляющей по государственным закупкам. В заключение я хочу поблагодарить вас. Вы журналисты, вы можете освещать строительство, вы можете дать возможность нашим гражданам узнать, что происходит. Поэтому хотелось бы, чтобы вы на своих газетах, радио, где вы работаете по строительству, о строительстве тематики побольше говорили. Продолжение следует...